Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале CBC с обзором событий к этому часу в студии Эльнар Алиева. Коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прокачка казахстанской нефти по трубопроводу Бакот-Береси-Джейхан во втором квартале года возросли почти до 350 тысяч тонн. По сообщению компании Кастранс-Ойл, в первом квартале с месторождения Тенгиз на экспорт через Азербайджан было отправлено 19 тысяч тонн нефти. А теперь об этих и других новостях. Более подробно президент Азербайджана Эльхам Алиев принял министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдуллахьяна. О подробностях этой встречи смотрите в следующих выпусках новостей. Абдуллахьян. Ранее азербайджанский лидер принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. В ходе беседы было подчеркнуто успешное сотрудничество двух стран в международных организациях, в том числе в рамках движения неприсоединения организации исламского сотрудничества формата ОПЕК+. Состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в различных направлениях, в том числе сотрудничестве в области энергетики и туризма, расширении торгово-экономических связей. Глава государства также принял министра иностранных дел Турции Хакана Финана. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам. Было подчеркнуто, что у Азербайджана турецкие дружественные и братские отношения успешно развиваются во всех сферах на основе стратегического союза, основанного на принципе «одна нация, два государства». Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил свое одобрение рекомендациям и инициативам Азербайджана как председателя движения неприсоединения в это сложное время. Об этом говорится в письме Генсека, адресованном участникам министерского заседания Координационного бюро движения неприсоединения в Баку. Гутерриш поблагодарил правительство Азербайджана за успешное председательство за последние четыре года. Коллективный голос стран движения неприсоединения теперь слышен сильнее, чем раньше. В своем обращении Генсек ООН отметил, что в прошлом году число погибших в войнах и вооруженных конфликтах в мире увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Выросли расходы оборонной сферы, война в Украине и продовольственный кризис поставили страны мира перед сложной ситуацией. Сейчас в мире более 100 миллионов беженцев и вынужденных переселенцев потеряли свои дома. ООН поддерживает мирные решения в соответствии с уставом организации. Воздержание от агрессии, равенства, мирное сосуществование, уважение и суверенитетов важны как никогда. Больше всего от этих кризисов страдает гражданское население, говорится в сообщении Гутерриша. Вместо того, чтобы пытаться читать нотации другим, французские власти должны бороться с тревожными тенденциями в своей собственной стране. Об этом в ходе своего выступления на министерской встрече Координационного бюро движения «Неприсоединение» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подверг резкой критике действия французских властей по отношению к этническим меньшинствам, проживающим в стране, и поддержал призыв организаций объединенных наций к Франции серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах. Тема убийства французского подростка алжирского происхождения Наэля вот уже неделю нисходит с первых полос всех информационных ресурсов в Европе и за ее пределами. Протесты, охватившие Париж и другие густонаселенные города Франции, уже называют крупнейшими в современной истории страны. Тысячи подожженных автомобилей, сотни поврежденных объектов инфраструктуры, грабежи, разбои, повсеместный вандализм. Каждую ночь Пятая Республика в буквальном смысле погружается в царство хаоса и беззакония. Выступая на министерской встрече Координационного бюро движения «Неприсоединение» в присутствии глав внешнеполитических ведомств стран-участниц организации, Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые с начала протестов во Франции прокомментировал их. Все чаще звучит во Франции устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в интернете, российский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, российские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента. «Недавнее убийство французской полиции 17-летнего подростка алжирского происхождения является еще одним признаком расизма и исламофобии в этой стране. В связи с этим мы присоединяемся к заявлению ООН, в котором выражается сожаление по поводу стрельбы полицейских и содержится призыв к Франции серьезно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах». В своем выступлении глава государства заявил о том, что действия французских властей, лживо позиционирующих себя защитниками прав человека и международного права, и при этом вмешивающихся во внутренние дела других государств, неприемлемы. Поддерживая армянский сепаратизм на суверенной территории Азербайджана, Франция пытается продолжить порочную практику неоколониализма, потерпевшую крах на африканском континенте. «Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму. Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению. Почти полтора миллиона алжирцев были убиты во время геноцида при французском правлении. Черепа алжирских борцов за свободу до сих пор хранятся в Парижском музее в качестве военных трофеев. Это цинично и отвратительно. Мы требуем от президента Франции Мануэля Макрона передать алжиру останки его героев. Франция даже запрещает корсиканский язык и не принимает концепцию этнических меньшинств, в то же время пытаясь представить себя защитником армянского меньшинства в Азербайджане. Это не что иное, как лицемерие и двойные стандарты. Вместо того, чтобы пытаться читать нотации другим, французские власти должны бороться с этими тревожными тенденциями в своей собственной стране». Тем временем в самой Франции крайне обеспокоены сложившейся в стране ситуации. Ведущие французские газеты публикуют крайне неблагоприятные прогнозы относительно будущего республики. Так, последний выпуск «Фигаро» вышел в свет с громким заголовком о том, что Франция больше не является образцом для Европы, а в самой статье написано буквально следующее. «Потрясённые европейцы смотрят на нашу страну, как на тонущий корабль, который совсем недавно был лайнером под названием «Прекрасная Франция». Чем же наша страна стала сегодня? Сегодня это государство, где люди платят самые высокие налоги в ЕС, но где власть больше не в состоянии обеспечить своим гражданам минимум того, что мы ожидаем от государства, а именно безопасность на улицах». Проблема безопасности граждан равна, как и кризиса мультикультурализма – самые обсуждаемые темы во французском информационном пространстве. Но при этом никто не может предложить верного решения сложившихся в стране проблем. Общество, по мнению местных же экспертов, сильно расколото как по этническому, так и социальному признакам. На этом фоне довольно странным выглядит поведение президента Франции Мануэля Макрона, который до сих пор не счёл нужным обратиться к населению, а во всём происходящем винит компьютерные игры и социальные сети. Однако даже со стороны видно, что причины куда более глубинные. Обеспечение равного уровня жизни для жителей городов и рабочих пригородов, борьба с исламофобией, а не её разжигание и признание ошибок колониального прошлого могут по-настоящему изменить ситуацию к лучшему. В противном случае корабль под названием «Франция» может и вправду утонуть. В тему мы продолжим с доктором исторических наук Александром Кобринским. Он с нами на прямой связи. Вас приветствую. Добрый день. В ходе заседания движения неприсоединения, которое принимает сегодня Баку, были подняты достаточно такие злободневные вопросы, в частности, вопросы расовой дискриминации, неоколониализма. И президент Азербайджана очень резко подверг критике действия французских властей по отношению к этническим меньшинствам, проживающим в этой стране, ну и поддержал призыв организации объединённых наций к Франции касательно того, чтобы серьёзно заняться глубокими проблемами расизма и дискриминации в правоохранительных органах. Однако во всему миру эта страна позиционирует себя как ярая защитница прав человека международного права, но, как мы видим, на деле картина совсем иная. И также Париж продолжает вмешиваться во внутренние дела других стран. Вот насколько вообще реалистичны такие планы Парижа, в том числе в этом вопросе, и не лучше ли заняться внутренними делами своей страны, учитывая вот этот вот накал страстей, который сейчас наблюдается по всей Франции? Ещё раз добрый день. Вы знаете, вот приходит на ум простая поговорка, помните, съесть бы он съел, да кто ж ему даст. Дело в том, что организовать подобные процессы в стране, связанные с порядками или с какими-либо демонстрациями, для этого нужны серьёзные и административные, и организационные ресурсы. И я думаю, что все беспорядки, которые организованы сегодня во Франции некими силами, это же не стихийные митинги, не надо наивно верить, что люди вот стихийно вышли на улицы. Стихийно ничего не бывает, это всё тщательно подготовленные вещи. Я думаю, это демонстрация западных элит Боррелю, прошу прощения, Макрону, что тот себя неправильно ведёт, неправильно позиционируется в их обществе. Я почему вспомнил про Борреля? Не так давно Боррель сравнивал Европу с цветущим садом, а нас всех, вас, нас всех сравнивал с джунглями. Но что такое цветущий сад? Цветущий сад, в нём же жизни нет. В нём нет жизни, в нём всё строго, в нём всё распланировано, в нём ходит садовник, стрижёт. А в джунглях жизнь, природное разнообразие. И мы, как в том Маугле, мы с тобой одной крови, мы всегда договоримся. А вот в этом саду цветущем должен садовник управлять всеми этими процессами. И надо найти садовника, надо найти того, кто... Я думаю, что Макрон прекрасно знает, кому и где он наступил. Сегодня Европа находится под англо-саксонским игом. И так или иначе, все корни особенно негативных процессов стоит искать либо где-то в Апкоме, в Вашингтоне, либо в Политбюро. Вот. Поэтому здесь всё очень просто во Франции. Беспорядки эти, они будут продолжаться. Более того, есть большая вероятность, что эти беспорядки могут перекинуться и на Германию, и на ряд других европейских стран. Европа переживает серьёзный кризис. Европа, находясь под англо-саксонским игом, утратила свою идентичность. Ведь нет больше французов. А усугубляется это всё тем, что мы с вами, что Азербайджан, что Россия... Россия может в большей степени, а Азербайджан чуть меньше, но тем не менее тоже мы многонациональные государства. И строились мы изначально как многонациональные, понимаете? А европейские страны в большинстве своём это мононациональные. Особенно я говорю сейчас про центральные страны, такие как Германия, даже Франция. Это мононациональные. И появление другой культуры в ядровой и в территории, как следствие их колонизаторской политики, многие годы проводившиеся, даже столетия проводившиеся. Это же всё, как говорится, последствия этого. Хочешь иметь раба, потом, рано или поздно, тебе это всё прилетит обратно. Так вот, и в ядровых территориях на самом деле они не умеют жить, у них не выработано... Они учат нас, как жить, но сами они не умеют жить в многонациональном поликультурном мире. Они же всех хотят постричь под себя, под своё видение и понимание. А так нельзя, так не бывает. Люди всегда будут недовольны и всегда будут очень легко мотивироваться на подобные беспорядки, разрушая свою страну. Поэтому вы абсолютно правы. Конечно, европейским странам надо всерьёз заняться своими делами, а никак не лезть куда-то в далёкие дали, как они делали это когда-то давно и пытаются делать сейчас. Но средства связи, средства мобильности, логистики очень сильно изменились. И оно всё приходит в эти страны. И нужно искать им решения в своих странах. Дело в том, что мы с вами, мы с вами на самом деле академики в деле глобализации, а они школьники, они только начинают учиться жить вместе с разными народами. Им столетия надо пройти. Но почему-то первоклассники, уверенные в своей правоте, знаете, дети такие вот они, они пытаются учить нас и пытаются гадить нам с вами. Вам в ваших, так сказать, отношениях с Азербайджаном, с Азербайджаном, Арменией, нам, с нашими соседями Украины, в том числе и с рядом. Поэтому нам надо сегодня больше интегрироваться, больше объединяться. По одиночке нам противостоять будет им сложно, а у них своих проблем хватает. И как бы они эту заразу не распространили на всю Европу. Ну что ж, спасибо вам, что к нам подключились. С нами на связи был доктор исторических наук Александр Кобринский. Ну а сейчас мы подключаемся к моему коллеге Мураду Ахондову, который отслеживает работу в Министерской встрече Координационного бюро движения неприсоединений, которое сегодня принимает столица Азербайджана. Мурад, еще раз приветствую. Скажи, пожалуйста, вот какие вопросы в центре внимания спикеров? Мурад, прошу, ты с нами на связи. Здравствуй. Есть. Чуть ниже спустишь микрофон. С тобой говорят? Нет, я с тобой. Ну что ж, мы постараемся немного позднее вернуться к моему коллеге. А сейчас мы продолжим наш выпуск другими новостями. Магароэкономические данные за второй квартал текущего года показывают, что экономика Франции столкнулась с рецессией. И в ближайшей перспективе тенденция спада, скорее всего, сохранится на фоне сокращения деловой и потребительской активности в производственной сфере и секторе услуг. Такого мнения придерживается аналитики Бломберг. Ранее прогнозировалась стагнация, но в реальности спад составил 0,5%. Аналитики ожидают и дальнейшее сокращение секторов производства и услуг, а вместе с ним и общего экономического спада. Последние же масштабные беспорядки нанесли находящиеся в состоянии рецессии экономики дополнительный урон. По мнению экспертов, социальное недовольство – прямое последствия экономической ситуации во Франции. Ранее министр труда Франции Оливье Дюсопт заявлял, что экономика оказалась зависима от трудовых мигрантов. Без этого отдельные сектора экономики Франции перестали бы существовать. Несмотря на очень яркую картинку событий во Франции, чем-то экстраординарным для этой страны они не являются. Традиционно в 60-х годах 20 века французы достаточно бурно вырождают свое недовольство, причем по самым разным поводам. Причем сейчас, когда европейская экономика явно замедляется, часть стран, в том числе и Франция, явно входят в рецессию, следует ожидать активизации вот такого рода социальной активности. Гораздо глубже проблемы, связанные с ростом инфляции, с снижением бизнес-активности, но они характерны не только для Франции, а практически для всех развитых стран. Возможно, впереди нас ждет некий циклический кризис, отдаленно похожий на 2008 год. За несколько дней беспорядков во Франции сожжены и разграблены тысячи магазинов и 200 торговых центров по всей стране. Пострадало 370 филиалов банков, в 80 из них нанесен серьезный ущерб. Также сообщается о приостановке работы свыше 80 почтовых отделений страны, которые подверглись атакам. Разграблены супермаркеты, сожжены десятки общественных автобусов. В ряде населенных пунктов зафиксировали случаи мародерства. Имидж страны серьезно пострадал. В результате туристическая отрасль Франции в пиковый сезон понесла убытки. Иностранные граждане отменяют бронирование в парижских отелях. Добрый день, Эльнара. Приветствую тебя. Сегодня в Баку проходит заседание министров Координационного бюро движения неприсоединения. Я отмечу, что Азербайджан председательствовал движения неприсоединения с 2019 по 2022 годы. Затем единогласным решением председательства Азербайджана было продлено на еще один год. И сегодня здесь в Баку проходит заседание министров Координационного бюро. Мы видим, что многие страны, делегации из 120 стран прибыли в Азербайджан. Многие министры иностранных дел, таких стран, как Ирак, Малайзия, а также Узбекистан и другие страны. Также премьер-министры некоторых стран. Заместитель министра многих стран сегодня также участвует на заседании. Вот сейчас в данную минуту проходят очередные панельные дискуссии, и где страны, делегации обсуждают разные вопросы. Я напомню, что сегодня мероприятие состоялось в церемонии открытия, и на котором выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил роль движения неприсоединения в новом меняющемся миропорядке. Он также отметил, что в ходе председательства Азербайджана в данной организации это время попалось на пандемийный период, а также постпандемийный. И во время пандемии коронавируса, когда многие страны были забыты обществом, забыты другими организациями, именно непосредственно после вмешательства движения неприсоединения, и именно благодаря усилиям данной организации, многие страны, в том числе в частности в Африке и Юго-Восточной Азии, получили именно вакцины от коронавируса. Как мы все помним, во время первой и второй волны в мире ощущалась острая нехватка вакцинами, и Азербайджан сам в том числе и как член движения неприсоединения, и как страна, которая имеет важную роль в мире, тоже поставлял вакцины, обеспечивал вакцинами многие страны. И также президент напомнил, что именно Азербайджан настоял на постпандемийной помощи многим странам Африки, и я отмечу, что именно многие представители практически всех стран Африки сегодня находятся здесь, в Покинском конгресс-центре. Также особо отметил глава государства про Францию. Я напомню, что здесь принимают участие страны, представители стран, которые находились, и даже некоторые до сих пор находятся под колониальным гнетом Франции, и Франция до сих пор не извинилась за свои поступки, за свои злодеяния, совершенные не десятилетиями, а столетиями, когда Алжир или страны Центральной Африки, а также страны Океании подвергались сегрегации, подвергались насилию, и многие из них были ущемлены в правах, многие из них были убиты во время колониального прошлого, и до сих пор мы видим, что сегодня есть представители, нам удалось поговорить с представителем Новой Каледонии, которая, я напомню, что Новой Каледония уже много лет пытается вести борьбу за независимость, продолжает вести борьбу за независимость от Франции, страна много десятилетий, много столетий находится под колониальным гнетом Франции, и сегодня их представители тоже прибыли в Баку и заявили, что очень благодарны Азербайджану за то, что именно во время председательства Азербайджана в движении Неприсоединений их голоса были услышаны, их голоса были донесены до всего мира. 120 стран, и такие страны, как Майота, как Новая Каледония, получили возможность высказать свое мнение, высказать свою позицию по отношению к Франции, и не только к Франции, но и то, что они заявили, что они давно готовы к независимости, и в целом будут продолжать свою борьбу, именно движение Неприсоединений, именно та платформа, где они могут свободно и безнаказанно выразить свое мнение, и они утверждают, что до сих пор Франция их не слышит, они в своих интервью тоже нам заявили, что несмотря на все усилия этих стран, Франция до сих пор их игнорирует, игнорирует их права, игнорирует их выбор, продолжая свою колониальную политику, несмотря на то, что на дворе уже 21 век, 2023 год, и в мире практически не осталось колоний, но пока что Франция продолжает заниматься этим делом, заниматься колониализмом в 21 веке. Также особо подчеркнул глава государства процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Армения не хочет открывать Зенгизурский коридор, который будет способствовать развитию не только региона Южного Кавказа, но и всей Европы и Азии, потому что таким образом будет создан удобный маршрут для перевозки грузов, и об этом, в частности, всегда говорится после завершения Второй Карабахской войны, но пока что Армения продолжает провоцировать своих соседей, провоцировать Азербайджан, который уже на протяжении трех лет протягивает руку мира, но пока что отвергает, и тут тоже президент отметил, что Франция, которая является основным союзником Армении в регионе, тоже пытается помешать процессу нормализации отношений, и именно этот процесс останавливается, замедляется, процесс заключения мирного договора именно откладывается, и в частности, по вине Франции тоже. Также я отмечу, что сегодня на заседании участвует министр иностранных дел Хакам Фидан, который также сегодня выступил и поблагодарил Азербайджан. Он отметил роль Азербайджана в движении «Неприсоединение», он отметил, что Азербайджан играет важную роль в новом мире. Также, помимо него, участвует глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахьян, который также прибыл накануне в Азербайджан, и президент Азербайджана с ними провел встречу. Здесь, в Конгресс-центре, состоялись двухсторонние встречи с главой МИД Турции и Ирана, а также с другими делегатами тоже. Мы тоже находимся с утра здесь, и затем сегодня, в частности, будем сообщать вам, если будут какие-то новости, если будут какие-то обновления. Но на данную минуту у меня пока что все. Я передаю тебе слово, Эльнара. Что ж, спасибо, Мурат. Будем ждать от тебя новостей. Мурата Хондов о работе министерской встречи Координационного бюро «Движение «Неприсоединение». Но сейчас о роли Азербайджана в усилении авторитета «Движение «Неприсоединение» мы поговорим с чрезвычайным полномоченным послом, доктором юридических наук, Намика Малиевым. Он с нами на прямой связи. Добрый день, Намика Малиев. Добрый день, Эльнар. Начать хотелось бы с того, что если провести такой параллель, о том, какие успехи удалось достичь данной международной площадки с того времени, как Азербайджан стал председателем. Ну, тут Мурат, собственно говоря, до меня говорил об этом и рассказал кое-что. Но я должен сказать, что фактически Азербайджан сыграл главную роль в возрождении «Движения «Неприсоединения». Ведь если мы будем говорить о том, что Исиано представляет и как получилось так, что его пришлось возрождать, то нам надо будет вернуться немного назад и сказать о том, что после Второй мировой войны на основе принципов международного права, которые были провозглашены тогда, на основе тех принципов, которые были отражены в Уставе ООН, в дальнейшем Хельсинском акте, была построена единая система международного права, международных отношений, которые были основаны на двуполярной системе взаимоотношений в мире. И вот эта борьба двух систем, которая продолжалась на протяжении нескольких десятилетий, послевоенных десятилетий, она привела в конечном итоге к краху этой двуполярной системе, систему мира, которая прекратила свое существование в конце 80-х, 90-х годов. И ключевым фактором в процессе этого краха явился развал Союза СССР и, в принципе, всей системы социализма. И вот этот образовавшийся единый центр сил, он, как бы сознавая безальтернативность предлагаемой им мировой повестки, начал позволять себе определенные пренебрежительные отношения к нормам международного права, и что, естественно, встречалось с другими членами мирового сообщества отрицательно, неоднозначно. И вот это безнаказанное нарушение норм международного права оно начало приобретать в перманентный характер. В этой ситуации движение неприсоединения, которое было создано в период вот этого полярного мира, играло определенную роль, как бы стабилизирующую роль вот в этих отношениях, оно начало, скажем, умирать и терять свою значимость в силу того, чтобы мир был однополярным. И вот тот момент, когда с определенными изменениями, когда мир уже начал сознавать, что это однополярная система, она все-таки не дает возможность реализации и норм международного права, и нормального функционирования международных отношений, начали происходить достаточно, скажем, серьезные изменения, серьезные процессы. И началось это, наверное, где-то в начале 21 века. Мы помним события 11 сентября, пятидневную войну в Грузии, некоторые другие факторы, которые обозначили поляризацию, новую поляризацию в мировом сообществе. И вот изменению этого мирового порядка способствовали также экономические успехи целого ряда стран. Китай, Индия, Турция, потом развитие военно-промышленного комплекса этих стран, это также Китай, Россия, Пакистан, Турция. И вот эта поляризация силы, она стала, силы стала реальностью, которая, к сожалению, не в себе воспринималась как возможное или должное, и выживала отшесточенное противодействие. Вот такой ситуации, стремление одного полюса разжечь огонь вооруженных конфликтов вокруг второго, с одной стороны, неспособность второго к адекватной оценке происходящего и принятию решений по нейтрализации угроз от первого с другой, они фактически поставили мир на грань мировой войны. И вот в этой ситуации одним из важнейших вспомогательных ресурсов для формирования многополярного мира стало движение неприсоединения. Я должен сказать, что вот движение неприсоединения, которое основано на бандумских принципах, а эти бандумские принципы, они фактически являются отражением принципов и Устава ООН, и Хельсинского акта, они позволят и должны позволить во всяком случае вернуть мир в нормальное русло, в нормальные отношения. И здесь эта роль, она, собственно говоря, и отведена движению неприсоединения. За вот последнее время, последние годы председательства Азербайджанов в этом движении неприсоединения, начиная с 2019 года, это первые три года официального председательства, продление его еще на год, они показали, как Азербайджан, концентрируя свои возможности, концентрируя свое понимание мира, необходимость соблюдения в международных отношениях тех международно-правовых норм и принципов, которые были вырублены человечеством, и которые позволяют на равноправной основе поддерживать ситуацию в мире, международные отношения. Вот эта позиция, она позволила Азербайджану превратиться в лидера движения, подлинного лидера движения неприсоединения, выступить в свое время с инициативами, которые самое сложное для мира время во время пандемии. Они оказали стабилизирующее воздействие, возможность оказания помощи, содействия бедным и экономически слабым странам в получении необходимой помощи, в справедливом распределении вакцин, что подняло и авторитет Азербайджана, во-первых, и среди стран, членов движения неприсоединения, и среди других стран мира, потому что, рассмотрев этот вопрос на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, эта международная организация приняла решения, которые, в принципе, помогли в реализации тех вопросов, которые были подняты нашей страной, инициированы нашей страной вот на этом форуме. Спасибо вам большое, Нами Кмалим, что подключились к нам, уделили ваше время. Вам тоже спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Нами Калиев. Но мы продолжаем. Согласно отчету компании Каз Трансойл в апреле-юне текущего года поставки нефти в западном направлении и закачка сырья в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан увеличилась до 347 100 тонн. Нефть отправлялась с месторождения Тенгиз до порта Актау, откуда танкерами поставлялась в Азербайджан. В первом квартале этого года в данном направлении казахстанская компания экспортировала более 19 тысяч тонн. Транзит осуществляется на основе соглашения между Казмунайгазой и Сокар. Документ оговаривает транспортировку полутора миллионов тонн нефти в год. Данная динамика соответствует планам Казахстана об увеличении экспорта своей нефти через Азербайджан. Также для Астаны сохраняет актуальность рост поставок сырья через нефтепровод Дружба, поскольку антироссийские санкции не распространяются на прокачку по нему казахстанской нефти. В то же время ставят учитывать, что в Германии уверенно заявляют о планах увеличить импорт нефти из Казахстана. Недавно в ходе визита в Истану президента ФРГ было подписано соглашение, по которому экспорт о нефти по Дружбе до конца 2024 года будет осуществляться в объеме 100 тысяч тонн ежемесячно. Однако всем этим планам может повредить переостановка добычи нефти на четырех месторождениях в Мангистаунской и Атараусской областях. Простой вызван перебоями с энергоснабжением из-за аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате. Казахстан большие планы по экспорту наращиванию экспорта энергоносителей во все маршруты которые возможны и вот такие проблемы конечно будут очень сильно влиять потому что получается вот эта авария она привела к тому что остановилось огромное количество добычи нефти и вроде бы одно с другим не должно быть связано но так получилось и это все привело к тому что вот мы имеем такую ситуацию когда будут все-таки какие-то снижения по добыче нефти связанные вот с этими технологическими проблемами Работа нефтеперекачивающих станций восстанавливается но пуск в стандартном режиме основных объектов комплекса глубокой переработки нефти и ее производства возможен только после тщательной проверки готовности основного и вспомогательного оборудования накануне министр энергетики Алмас Адам Саткалиев изъявил что Казахстан в течение месяца планирует восстановить добычу нефти также министр подчеркнул что плановый объем по перекачке нефти Каспийским трубопроводным консорциумом будет выполнен В Турции в Турции обнаружено новое месторождение нефти положительные результаты дала предварительная разведка в районе горы Ката расположенной между провинциями Шернак и Хакяре запасы черного золота здесь в пять раз превышают объемы найденные в районе горы Габар относительно качества нефти Ката то турецкие эксперты утверждают что она сопоставима с арабскими сортами и содержит минимальное число примесей В последние годы Турция активизировала разведку нефтегазовых месторождений на своей территории в том числе Черном море и Восточном Средиземноморье В начале мая президент Турции Реджеп Тай Пердуган сообщил об обнаружении месторождения у горного хребта Габар с производительностью около 100 тысяч баррелей в сутки Стоимость В госкомитетах залежи оценивается 70 миллиардов долларов За пять месяцев 2023 года всеми видами транспорта в Азербайджане перевезен почти 91 миллион тонн грузов это на 6,8% больше прошлогоднего показателя По данным госкомитета по статистике за отчетный период перевезено без малого 743 миллиона человек Пассажироперевозки выросли на 19% При этом на долю автомобильного транспорта пришлось 55,6% перевезенных грузов или 50,5 миллиона тонн Железными дорогами обработано свыше 8% морскими путями 4% грузов Еще более 32% прокачка нефти и газа по трубопроводным системам республики Самыми высокими темпами более чем на 25% росли перевозки морскими судами а из обработанных азербайджанскими портами свыше 5 миллионов тонн грузов 82% являются транзитными В объединенных Арабских Эмиратах к 2050 году планируется увеличить производство водорода до 15 миллионов тонн в год это следует из новой энергетической стратегии ОАЭ представлено сегодня по словам министра энергетики Сухейля Аль Мазруи для достижения заявленной цели в ОАЭ будут построены несколько водородных оазисов это позволит 2030 году увеличить всю долю зеленой энергии в энергобалансе страны до 32% к 2050 году до 100% Первый на Ближнем Востоке проект по производству зеленого водорода запущен в Дубае здесь компания ДЭО начала строительство завода при поддержке германской Сименс предприятие будет располагаться на испытательных площадках солнечного парка Мухаммед Бин Рашид Аль Макту и использовать полученную здесь электроэнергию для электролиза в процессе выработки водорода Суммарная мощность солнечного парка достигнет 5 гигаватт Ну и возвращаясь к теме работы заседания движения неприсоединения напомним что работа заседания продолжается и основная тема встречи совместное противостояние участников движения возникающим вызовом Баку вновь стал площадкой для обсуждения наиболее острых глобальных проблем и современных вызовов Именно в столице Азербайджана сегодня проходит заседание министров Координационного бюро движения неприсоединения Этот факт представляет особую важность с точки зрения укрепления официальным Баку позиции ключевого игрока на мировой арене Также это еще одна возможность для Азербайджана озвучить свою справедливую позицию в вопросе достижения мира на Южном Кавказе Это крайне важное заседание лидеров и министров стран-членов движения неприсоединения Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с нашей делегацией Мы обсудили двусторонние отношения между Ираком и Азербайджаном а также возможное сотрудничество в рамках ОПЕК и ОПЕК Несмотря на то что Азербайджан возглавил организацию в период пандемии ему удалось провести ряд важных встреч и конференций Что касается урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией мы поддерживаем диалог между сторонами Ирак страна сильно пострадавшая от войн поэтому мы всегда за мирные переговоры Тема мероприятия движения неприсоединения едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам В заседании принимают участие 120 государств участников 18 наблюдателей и 10 международных организаций Участники мероприятия отметили что заседание министров Координационного бюро движения неприсоединения поможет в продвижении стабильности и демократии в мире Движение неприсоединения вторая по масштабу международная организация в мире На этом мероприятии Черногория представлена в качестве страны-наблюдателя На заседании обсуждаются очень важные вопросы на фоне сложной геополитической ситуации в мире Эта платформа уникальная возможность обсудить как многосторонние так и двусторонние отношения между странами-участниками Черногория крайне заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном По словам представителей стран-участниц данное мероприятие приобретает особую важность поскольку проводится в период когда мир сталкивается с большими вызовами И на этом фоне Советую безопасность организации объединенных наций требуются серьезные реформы чтобы иметь возможность справляться с возникающими трудностями Движение неприсоединения рассматривает проблемы стран-членов чтобы потом решать их совместно Так у стран региона Южной Азии имеются свои проблемы Сегодня мы пытаемся сохранить мир и стабильность в регионе Южно-Китайского моря Благодаря нашему присутствию здесь голос нации региона Южной Азии тоже будет услышан На поиске мероприятия которое продлится с 5 по 6 июля дискуссии на тему оживления движения неприсоединения в период после пандемии COVID-19 и растущих тенденций неоколониализма в мире Из-за того что наша страна подверглась колониальной политике Франции ее называют французской гвианой В 1500-1600 годах Франция захватила наши территории Считаю что обсуждение вопросов колониализма и наше участие на этом мероприятии имеют критическое значение Как отметил президент Азербайджана Ихам Алиев в ходе своего выступления Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму и движение неприсоединения созданное в результате процесса деколонизации должно решить и набороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению Лили Гусейнли Мурад Ахундов Си Би Си Это были главные новости к этому часу Смотрите Си Би Си чтобы быть в курсе событий Я с вами прощаюсь Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok